Когда кормишь бездомную собаку, помогаешь однокласснику с контрольной работой, уступаешь место в транспорте пожилому человеку или делаешь вместе с мамой домашние дела, это доброта. Так считают второклассники 10-й школы. Волонтеры благотворительного фонда Ашана рассказали на уроке доброты, как еще на свете творят добро. Например, каждый школьник может помочь такому же, как и он, ребенку, нуждающемуся в поддержке из-за опасной болезни или инвалидности. Пожалуйста, ребята, возьмите с собой эти листовки, передайте их взрослым своим бабушкам, мамам или знакомым. Если каждый из вас сможет хотя бы крайне взрослым рассказать о том, что сегодня здесь происходило и о том, как можно помочь людям, которые нуждаются в этой помощи, то мы будем считать, что мы все вместе сделали одно большое доброе дело. В листовках говорится о том, как с помощью смс-сообщений копилки добра перечислить денежные средства в фонд помощи больным детям. Компания «Мобайл» – основной спонсор фонда Ашана, поэтому именно его сотрудники стали посланниками доброты в 10-й школе. В основном они рассказывали о том, как и зачем они могут содействовать работе фонда Ашана. И дети хорошо усвоили все, что услышали от волонтеров. Если мы будем помогать людям, которые нуждаются в помощи, они будут выздоравливать. И этим наш народ будет увеличиваться. В то же самое время уроки доброты проходили в каждом классе 10-й школы. Проводили их уже сами учителя. Здесь ребята узнали, как проявлять доброту каждый день, одаривая ее окружающий мир. Наша учительница часто проводит классные часы и объясняет нам много полезного. Сегодня мы узнали, что такое добро. И вот в честь такого дня мы нарисовали на нашей доске и написали хорошие вещи. Доброта – это когда, скажем, пропускаешь человека, старшего человека, пропускаешь вперед. Помогаю друзьям, когда контрольную работу могу помочь им, когда спрашивают о чем. Когда мы хорошо учимся, получаем хорошие оценки, за нас радуются наши родители, учителя. И тем самым мы тоже приносим добро. Урок доброты также одновременно, как и начался, завершился. Тем, что дети, учителя и гости, среди которых был и советник президента Владимира Зонтария, пожертвовали, кто сколько смог, фонду Ашана, который уже три года помогает больным деткам и их родителям справиться с тяжелой ситуацией. Для школьников День доброты стал настоящим праздником. Очень многие дети с таким желанием помогали, устраивали здесь. Принесли костюмы, надували шары, делали коробки для сбора денег. Блокаты какие-то различные. Приносили свои игрушки, дать их потом каким-то детям. Ну что еще, они приносили деньги, не очень сильно помогали. Все дети очень рады были этому празднику. Слово «добро» школьники на воздушных шарах отпустили в небо. В знак того, что они готовы также далеко и высоко направлять свои добрые поступки, которые после урока доброты они намереваются совершать каждый день. Мария Накотова, Раму Камки, Абаза ТВ.